Здравствуйте! В эфире новости Дагестана, в студии Патимат Гаджива и коротко о самых важных новостях к этому часу. В Азербайджан только по воздуху или морю. Для граждан России на сухопутной границе действуют некоторые ограничения. И о том, как пройдет фестиваль рафтинга, посвященный столетию образования ДСССР, через несколько минут. Граждане России могут отправиться в Азербайджан только воздушным или морским путем. Сухопутная граница, то есть пункт пропуска Агирак-Казмоляр, работает с некоторыми ограничениями. Подробнее об этих ограничениях в нашем следующем сюжете. Пропуск для граждан России для въезда на родину осуществляется без ограничений. А что касается выезда из страны, то здесь движение временно ограничено. Чтобы пересечь границу, нужны основания. Их прописали в распоряжении российского правительства. О временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации. Выезд граждан конкретно Азербайджанской Республики из территории Российской Федерации не ограничен. То есть они пропускаются без ограничения. Но на сегодняшний день азербайджанской стороной установлены ограничения. И пропуск граждан Азербайджанской Республики осуществляется только в определенные даты по согласованию с азербайджанской стороной. Въезд в Россию для иностранных граждан остается ограничено. Однако и здесь есть исключения. То есть у людей должны быть основания для въезда. Так, за последние двое суток пункт пропуска Ярак-Казмоляр прошли более 250 граждан Азербайджана. Здесь на месте их предварительно осмотрели сотрудники Роспотребнадзора. Неграждан России мы не пропускаем. Только в исключительных случаях, если они едут на лечение. Их пропускают в исключительных случаях. У нас есть определенный режим пропуска. Мы замеряем температуру и после этого уже даем им анкету. Для того, чтобы они сдали как раз-таки эти анализы два раза. И после этих анализов уже выясняется, он болен ковидом, либо нет. Без ограничений на российско-азербайджанской границе сейчас работает пункт пропуска для грузовых транспортных средств. В день здесь могут проехать 300 грузовиков. После завершения реконструкции автомобильного пункта Ярак-Казмоляр пропускная способность будет увеличена более чем в два раза. Наталья Ханбабаева, Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Магарамкенский район. Полицейские раскрыли кражу мобильного телефона и денег с банковского счета. К заявлению в отдел МВД обратился 48-летний, местный житель. Он рассказал, что он накануне забыл в такси мобильный телефон, к номеру которого была подключена услуга «Мобильный банк». Спустя время мужчина восстановил сим-карту и обнаружил, что со счета пропали около 50 тысяч рублей. В ходе проведенных оперативных мероприятий стражи порядка нашли злоумышленника. Им оказался 23-летний житель столицы республики. Мужчина признался в содейном. «С деньгами что вы сделали?» «Потребил. Ну, были проблемы, да». Дедушка и 7-летний внук утонули во время купания в реке Оксай. Ведутся поиски и еще одного ребенка. Трагедия произошла накануне в Хасавюртовском районе. Известно об этом стало после того, как на берегу местные жители обнаружили одежду взрослого мужчины и двоих детей. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В результате поисковых мероприятий нашли тело 66-летнего местного жителя и его 7-летнего внука. Ведутся поиски еще одного ребенка, который находился вместе с погибшими. В общественной палате Дагестана обсудили вопросы защиты населения от коронавирусной инфекции. Главной темой разговора за круглым столом стала вакцинация граждан и ее низкие показатели в регионе. Спикеры озвучили причины негативного отношения к вакцине. Выступающие пришли к единому мнению о том, что люди плохо осведомлены о том, как работает вакцина и из чего она состоит. Население не информировано по поводу состава вакцины, как она производится. То есть люди думают, что на самом деле какой-то ген вживляется в наш геном организма. На самом деле это не так. Вакцина спутник В является такой векторной, аденовекторной вакциной. Это подразумевает то, что берется маленький кусочек шифика из этого коронавируса и является абсолютно безопасной молекулой аденовируса, который как раз-таки в центре Гамалея изучался много лет, когда еще производились эксперименты. Информацию про эту вакцину уже опубликовали такие известные журналы, как «Ланцет» английский, «Фабмед», тоже известные среди медицинского круга. Фестиваль рафтинга, посвященный столетию образования ДСССР, пройдет на реке Аварской Кайсу. Мероприятие в селе Гулот Альшимильского района стартует 26 июня. Сильнейшие команды по рафтингу со всей России будут бороться за звание лучших, а поддержать спортсменов приедут поклонники водного спорта и активного отдыха. Участников и гостей республики ждет покорение горных рек и открытие дагестанской природы. Также организованы будут турниры и по национальным видам спорта, выставка народных художественных промыслов, майданы с известными блюдами дагестанской кухни, а также концертная программа. Напомню, в октябре прошлого года 50 участников в составе нескольких команд бросили вызов бурной воде Дагестана и с успехом прошли среднее течение реки Аварская Кайсу. С 25 по 27 июня во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева пройдет 51-й одноименный международный турнир по вольной борьбе. Участие в этих соревнованиях подтвердили 12 зарубежных стран. Кроме того, хозяева ковра – дагестанцы, выступят двумя составами. Отмечу, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике турнир проводится без болельщиков. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Хороших выходных!